добро пожаловать на канал harddress info друзья спасибо за то что пришли посмотреть этот ролик но у нас сегодня не самый обыкновенный ролик как видите мы немножечко поменяли свой стиль съемки распаковок и да мы достали samsung galaxy a 42 5 g это необычный телефон это телефон стоит для самсунга по рамкам самсунга вообще немного то есть он стоит меньше тридцати тысяч рублей а со скидками которые проводятся особенно самсунг паровой там с наушниками еще там с чем-то за 25 тысяч рублей можно взять через пару месяцев можно будет вообще я думаю взять и за 20 поэтому телефон на самом деле топ по идее но мы сейчас это с вами посмотрим проверим и итак опять же этот телефон samsung galaxy a 42 5g работает он на чипе snapdragon 750 5g это 8 нанометровый чип и давайте мы его собственно откроем немножечко коробочка запачкалась но ничего и так открываем и что мы здесь видим а здесь мы видим просто экран и ничего более надеюсь зарядку поклали поклали в комплект потому что если нет то да зарядка у нас есть и между прочим не абы какая а быстрая 15 ваттная зарядка но быстро это сложно сказать потому что медленная по их рамкам это 10 ватная зарядка но с быстрой мы то знаем что это 30 40 ватные блоки да но ничего страшного как бы все не так плохо 15 ватт тоже должно хватать для полноценной зарядки устройства так чуть прям волосок китайский черненький и тогда действительно 15 ватт зарядка это на самом деле очень и очень хорошо потому что ну потому что нужен блок в телефоне зарядный блок для телефона очень нужен понимаем что скорее всего у каждого есть кабель usb и компьютер которому можно его подключить либо же какой-то старый блок но все же друзья все же нужно иметь совесть и хорошо что samsung ее вроде как имеет но мы это с вами еще проверим но это позже давайте рассмотрим сам телефон потому что кабель у нас самый обычный невзрачный usb type-c на usb 2.0 то есть нет ничего в принципе необычного в этом кабеле но все-таки вытащим его чтобы иметь в виду его присутствие и так все кабель есть зарядка есть коробочка нам особо в принципе больше нужно а прийти телефон пусть у нас тут полежит и мы в принципе рассмотрим его позже но пока у нас здесь наверное поклали чехол и так скрепочка и планет ладно сам шум коничек практически никогда не ставили просто такая большая толстая коробка я думал что они его сюда запихнуть ну ладно quick start guide но обычно короче макулатурка самое стандартное ну слушайте что сказать выглядит телефон достаточно так это что там достаточно он выглядит очень и очень интересно посмотрите у нас здесь четыре модуля камер кстати между прочим камеры непростые обычный модуль самый главный он 48 мегапиксельный кроме того еще один модуль 8 мегапиксельный это ультраширик и два модуля по 5 мегапикселей макро и депт глубины ну не знаю зачем нужен 5 мегапиксельный модуль макро и зачем нужен 5 мегапиксельный модуль депт если у нас 48 мегапиксельный основной модуль если мы в теории конечно же это еще проверим но в теории если 48 мегапиксельным модулем что-то сфоткать и переблизить это будет гораздо лучше нежели фотографировать что-либо 5 мегапиксельным модулем причем абсолютно неважно каким окей это мы с вами еще проверим но пока мы будем запускать телефон так он залапсился этот бюджетник поэтому никакого олеофобного покрытия у него естественно нет ну в принципе быть не должно потому что зачем доплачивать какие-то 10 баксов за ну потому что они обычно столько беру дает самсунг за какое-то олеофобное покрытие который так сотрется через две недели поэтому можно себе купить гидрогелевую пленку которая автоматически не собирает никаких отпечатков ну и в принципе и не нужно не нужно уже никакое олеофобное покрытие ну слушайте телефон выглядит действительно хорошо правда он пластиковый но это даже еще лучше потому что опять таки мы не платим за стекло а если уронить пластик мы знаем что он поцарапается будет там какой-то скольчик какая-то неровность но не разобьется потому что пластик практичный а за 25-30 тысяч рублей ну не нужен вам обычно за 25 тысяч за 25-30 тысяч рублей покупают люди телефон которая которым типа не нужен супер мощный какой-то ультра красивый непонятно какой фантазмагорический смартфон им нужен телефон рабочая лошадка которая будет бегать с которой можно звонить постоянно можно сидеть в вк в соц сетях просто короче рабочий телефон не для каких-то невероятных целей ну слушайте выглядит он действительно привлекательно этот четырех модульный этот четырех модульная камера реально хорошо здесь вписано а двойной двухцветный скажем так дизайн кстати он не просто двухцветный это не просто два цвета вам на камере не видно к сожалению нет я вижу что он не видно потому что как бы здесь установлена такая под пластиком это странно звучит ну да получается под верхним словом пластика у нас установлены такие текстура блестящая до в крапочку причем здесь не просто два цвета серый серый блестящий но здесь не знаю сможете ли вы ее проследить но есть градация то есть серый блестящий серый другой блестящий серый и третье любящие все всего в общем-то четыре полоски три полоски цвета здесь и одна полоска здесь смотрится действительно интересно ладно я проведу первоначальную настройку устройства а вы пока что посмотрите это все на перемотке потому что именно так и все это и увидеть и так погнали ну что ж нажав на кнопку близко мы перешли все-таки в систему и до телефон конечно же приятно что сразу заметно экран не такой качественный как обычно у дорогих телефонов samsung но это и не странно хоть хоть у нас здесь необычная стоит матрица как вы могли подумать это то что отличает его как раз таки от конкурентов в его цеха нет в цене у него конкурентов практически не много конечно же я имею ввиду именно чисто по самсунгам но здесь у нас супер амолед матрица она не утро кайта качественная но он действительно неплохая вполне достаточно лично для моего использования но если я думаю если они не обрезали давай чисто проверим если они не обрезали а они не обрезали вот адаптивную яркость фильтр синего цвета либо же вы можете цвета поднастроить да с балансом белого то есть в таком случае даже можно поднастроить под себя экран и это выглядит будет даже лучше для вашего глаза нежели какой-то другой амолед экран это на самом деле очень интересно давайте выключить уведомления потому что они постоянно приходят вот что только что было нормально это немного подлога телефон только прогружается поэтому ему в этот раз это простим но ребята этот телефон не на эксинусе бюджет что в принципе хорошо хоть бюджетные эксинус действительно хорошей то есть я бы даже не знаю чтобы я предпочел бюджетный эксинус или бюджетный снэп дрэгон ну потому что эксинус и бюджетные действительно неплохие вот ультрафлагманские эксинуса они сливают всем снэп дрэгоном и кирином но бюджетные обычно очень даже неплохие и так давайте поговорим немного про аккумулятор здесь я как уже и говорил у нас 15 ватт аккумулятор и 5000 миллиампер батарея не как в м 31 с 7000 но 5000 тоже неплохо особенно учитывая то что у нас достаточно энергоэффективный процессор snapdragon 755g ну этого процессора должно хватать на все абсолютно просто я даже не знаю что не может потянуть этот процессор в абсолютно любую игру можно будет сыграть если не на максимальных настройках значит практически на максимальных но мы это все еще протестируем естественно и все тесты вы сможете увидеть у нас на канале не смейте пропустить телефон хороший стоит будет меньше чем сейчас и это действительно действительно хорошо и так что у нас здесь есть давайте попробуем скачать службу доставки абсолютно любую нам не обязательно службу доставки нам нужно любое приложение я просто хочу посмотреть насколько быстро у нас будет проводиться запись приложения до запись данных на наш накопитель потому что здесь у нас никакой никакой а вот у нас обновился play market понятно что не устанавливал у нас здесь никакой никакой модуль память а ю все 21 то есть это прокачано не 20 а 21 это действительно хорошо что производитель решил запариться ну конечно же за наши деньги но все же решил запариться и установить ее все 2.1 свой телефон это память просто-напросто быстрее и ставить с на дрэгон 755g и установить какой-то модуль и все 21 это было бы абсолютно бессмысленно не абсолютно хорошо но практически бессмысленно потому что память бы не вытягивала мощность процессора вот к сожалению я не успел посмотреть как у нас скачалось приложение с какой скоростью давайте может быть сейчас проследим джун покупки каждый день это на самом деле очень интересный тест потому что ну мы качаем приложение каждый день и это достаточно важно для нас ну может не каждый день но в общем то что у нас здесь еще интересно кстати у нас в этот раз у самсунга не самсунг не проявил двуликость двуличие он не выпустил для разных рынков разные процессоры не выпустил для разных объемов памяти разные боже мой разные стандарты памяти то есть во всех телефонов какой бы вы не купили будет и все 2.1 модули камер с ними все тоже хорошо то есть не так что для америки у вас какой-то там непонятно sony mx не знаю такой который ставят в samsung galaxy но 20 ультра как это было до с 20 фе поставили ставят в телефон с 5g процессором крутой крутой модуль камеры с процессором не 5g ставят не очень модуль да еще и процессор не 5g но в общем то кроме этого кроме этого очень важно помнить о том что это телефон он у нас снимает видео в 4к 30 fps и это надо проверить я не понимаю почему вот по непредвидительной информации которые я подготавливал почему так желтым почему все так это точно неправильно я уверен что это не из-за фильтра на экране звуки и вибрация дисплей я отключу это все о господи что ты творишь возможно из-за того что у меня есть здесь желтая лампа она прям она прям так сильно желтит а ну давайте я попробую свой телефон которым я пользуюсь тоже ну брат ну нет ну чё ты делаешь ладно это дико странно это дико странно почему все такое желтое как бы самсунг любит желтить он всегда любил это делать но может не прям так ну братик ну ладно мы про камеры еще поговорим но пока что мне интересно именно видеозапись именно видеозапись открывайся оптимизация кадра вот разрешение да действительно он не снимает в 60 кадров в секунду и это достаточно странно и урезана программно потому что процессор снайпдрагон 750 может вытянуть 60 кадров в секунду хотя бы на 1920 1080 спокойно может поэтому я не понимаю в чем проблема мне кажется они просто хотят чтобы мы доплатили да и все по сути я даже не знаю какие могут быть мотивы урезания каких-то функций которые банальные на самом деле авто hdr фото как на видеоискателе кстати между прочим между прочим так то настройки не урезаны только урезана частота кадров это странно ну хорошо рекомендации по снимкам даже такое что-то добавили так давайте посмотрим наш на наш модуль который бесполезный в теории конечно же но на практике мы посмотрим у нас здесь есть коробка от телефона который будет распакован следующим и они кстати будут сравниваться один с другим по какой причине потому что это телефон в теории лучше в абсолютно всем этого кроме процессора и кроме экрана то есть процессор хуже здесь стоит здесь тоже snap стоит но 600 какой-то там я точно сейчас не помню память 21 стоит до 21 но кстати там 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 странно там краски двулик из проявил пока в этом в этом случае потому что там он установил 2 и 2 и 1 в разные форматы памяти короче неважно сейчас не об этом сейчас мы попробуем сделать снимок я хочу посмотреть как мне сделать снимок в 48 мегапикселях я хочу сделать снимок чисто на 48 мегапиксельный модуль размер видео размер видео а фото где возможно я чего-то не понимал оптимизация кадра рекомендация по снимкам параметры сохранения коррекции высокоэффективный формат нам не нужен интересно может быть если я включу какой-то про режим здесь будет ну что вам сказать это действительно странно кстати про режим обалденный сразу видно что здесь хорошо ну софтом у самсунга как по мне никогда не было никаких проблем у них софт самый топовый я когда хотел себе купить новый телефон я смотрел в первую очередь в сторону самсунга из софта но к сожалению самсунги мне были не по карману поэтому пришлось брать что-то из ломбарда и что самое первое попалось то и взял но неважно сейчас я не вижу просто как сделать снимок в 48 в 48 мегапикселях это это очень дико для меня потому что как по мне это должно быть я даже не знаю то есть да это обязательно должно быть ну хорошо нет так нет давайте попробуем сделать снимок на этот телефон с помощью обычного модуля камеры который почему-то мы не можем переключить в 48 мегапикселей ну да ладно итак снимок готов теперь делаем снимок на широкоугольный модуль кстати с светом стало все хорошо вы посмотрите секунду ну и и как это и как это понять самсунг ладно широкоугольный модуль ну и что у нас есть еще 5 мегапиксельный обычный боже мой модуль макро и и как мне его активировать братва ребят мне кажется он даже не рабочий потому что смотрите не идет даже никакого перескока то есть смотрите если сейчас возьму телефон и лучший снимок это что братан ладно неважно если я сейчас возьму телефон и начну изменять а кстати не изменяется это очень странно вот смотрите я беру обычный модуль до основной и хочу преувеличить фотографию я увеличиваю увеличиваю и видим что зум у нас просто цифровой он не переключается ни на какой модуль абсолютно цифровой цифровой зум у нас макро модуль не рабочий картинка ультра желтая вот ну вот вообще никак в жизни она конечно желтоватая в жизни но не настолько а вот нормальный модуль очень странно и очень интересно ладно тест камер у нас обязательно этого телефона будет я кстати не знал делать тест камеры этого устройства или нет но надо надо и очень-очень сильно нужно потому что сейчас он себя ведет крайне странно как минимум пару авдейтов нужно сделать а ну давайте сбросим хорошо уйди уйди мужик попробуем сделать сброс настроек может быть она что-то там на начале скрашенулась я не знаю не это такой модуль я не знаю что с ним происходит пока его оставим но за это время в экран я успеваю успел даже немножечко влюбиться он действительно очень неплохой конечно же 60 герц то есть никаких 90 и никаких 120 это в принципе логично телефон за такие деньги с 90 герцовым экраном мы должны были сэкономить на чем-то гораздо более важным чтобы установить 90 герцовый либо же 120 герцовый экран со звуком что у нас давайте попробуем запустить какое-то не защищенное авторскими правами произведения потому что не хотелось бы залететь из-за этого поэтому давайте включим просто людвига вану петховена просто включаем петховена микс youtube реклама надеюсь мне хоть за рекламу не забанят кстати канал был заблокирован на целых 7 дней и мы были лишены возможности публиковать видео из-за того что сняли видео как скачать видео с этого прекрасного сервиса ну ладно динамик моно то есть только нижний звук кстати прикольный не сказать что он супер тихий и он не супер громкий есть есть достаточно низких частот кстати практически они есть средних много а по поводу высоких пока что не могу сказать к сожалению поэтому давайте перейдем на наш сайт потому что мы сами себя не страйканем хотя лучше все таки на русский перейти а то мало ли youtube автоматически это делает телефон громкий это телефон samsung телефон однозначно громкий кстати лайк поставил телефон однозначно громкий и одно знаю вот прям вот громкий громкий это хорошо потому что громкости очень часто не хватает телефонах особенно недорогих но здесь этим все хорошо видео и либо же фильм смотреть можно абсолютно спокойно кроме того что я уже сказал по сути у нас больше ничего и не кроме камеры фронтальный на 20 мегапикселей это между прочим очень даже хорошо и неплохо ну и по сути все разрешение экрана у нас 720 на 1600 это из того что я не сказал у нас получается наносим карта наносимки нужно вставлять но это давным-давно нужно уже наносимки вставлять этим уже никого не удивишь ну в принципе все вот вот весь телефон будет опыт использования естественно будут тесты и будет тысячи одно видео инструкции с этим телефоном поэтому подпишитесь на канал если вам интересно судьба вашего устройства если вы его купили пока что телефон очень сильно нравится кстати вот я не знаю блин к сожалению вы наверное не видели сколько было процентов в начале видео я не заснял потому что вот я практически ничего на нем не делал телефончик тепленький и это не вина эксинес здесь снэп дрэгон да 8 нанометров все дела поэтому друзья он теплый вот прям сейчас я даже не играл в игры я просто делал какие-то ну скажем так банальные вещи и это нормально телефон скачивал что-то телефон что-то делал и он подогрелся это достаточно хорошо потому что он греется он теплый значит живой как говорится так что все хорошо ребята спасибо большое за просмотр этого видео я пока что буду наслаждаться этим красавчиком потому что пока что я не вижу причин его не брать разве что вы просто фанат сиоми либо же вы считаете что это дорого но опять же возможно первоначальная цена и большая велика для него хоть я сомневаюсь в этом но при этом у него практически топовый процессор да то есть действительно хороший процессор с которым не должно у вас случиться проблем 128 гигабайт встроенной памяти это тоже много потому что вот в полубюджетных телефонах 128 гигабайт раньше никогда не было сейчас появляется ну естественно есть я кстати не сказал есть не три версии устройств по поводу в плане памяти есть 4 гиговая оперативки 6 гиговая оперативной памяти и 8 гиговая то есть 128 4, 128 6 и 128 8 меньше 128 встроенной нет но есть 4 гигабайта оперативки 6 и 8 я рекомендую брать 6 гигабайт 6 гигабайт оперативной памяти если у вас вашего бюджета хватает тогда уже лучше брать конечно же 8 хотя если честно я даже не знаю нужно ли 750 процессор 8 гигабайт оперативки но все же 6 гигабайт в принципе для жизни вполне хватает 8 гигабайт конечно же идеально но я не знаю не будет ли он подтормаживать с 8 гигами у меня 6 поэтому поэтому как то так будет опыт использования спасибо большое за просмотр еще раз призываю вас подписаться до скорых встреч до свидания